Привет, друзья! Подписчики мои, это четвертый выпуск Battle Nexus 7 сезон, первый тур. У нас последние 50 бейблейдов, которые забаттлят на этой арене. Я ее вернул, она прикольная, на ней битвы динамичны. Я почему-то не часто снимал на ней ролики, но потому что мне показалось тогда, что она какая-то очень такая, знаешь, разбалансированная. И что-то не зашло. А вот сейчас Battle Nexus на ней прям отлично, потому что у нас есть и вылеты, у нас есть и бёрсту, у нас все довольно-таки интересно. Четвертая группа, вот у нас тут, ну, вылетали малыши. В принципе, это было как бы очевидно изначально, я просто дал им шанс. Ну и для количества, и для... Ну, мало ли, вдруг, вот понимаешь, какой-то маленький волчок случайно проскочит, пролезет, так или иначе. Вот, но пока никто не пролез из маленьких. А, нет, там кто-то вроде... Ну, я не помню уже, ладно. Здесь, кстати, за кадром, в общем, развалилась пара волчков, вот дракончик подразлетел, надо собрать. И из какого-то феникса слетела крышка. А, не крышка, такая фигня от кого-то отлетела, я потом разберусь от кого. О, победил! Что? Кербеус! Я отвлекся. Кербеус? Чего? Так, опять, друзья, у меня здесь левосторонний. О, наконец-то, лево-слево, такого тысячу лет не было. Ну что ж, да, первые две группы были замечательные, там не было левосторонних. Ну, было, но и было мало. Вот, поэтому посмотрим. О, два левосторонних, это всегда интересно, всегда хорошо. Почему нет? Это вот прям... Давай. Так, момент. А оба такие красно-золотые. Ну, вот кому победу давать, ребят? Кому? Давайте я буду судьей. Давай вот этот мне больше нравится, победу отдам ему. Всё. А, вот так я пришёл. Так, о, это дракончик, неплохо. Ну-ка, кто рандомно? Опа, дракончик второй, отлично. Право-вправо, право-вправо, охрана, встает бейзон, идет пилить. Для вас крутой... Опа! Крутой контент. Я даже песню напеть не успел, а у нас уже берсту-берсту-берсту. Многие спрашивают, для чего нужны перчатки. Я играю, посмотрю, у меня эти отклеиваются перчатки. Я вот на первый тур их взял, одел. Чтобы было можно безболезненно и, ну, попроще для рук остановить волчок. Ну, допустим, вы очень сильно запустили ваш блейд, а ваш соперник тупанул и не запустил свой блейд. Что делать? То есть, накрыли, все, вам боли не причиняет, быстро, без звука он, соответственно, останавливается. И, более того, детали его, ну, вот, это я криво накрыл, детали его не разлетаются. Потому что, когда у тебя рука голая, без перчатки, ты все-таки в голове лишний раз такой, а, а, туда, типа, засунут руку, это неприятно. Вот, поэтому перчатки, это никакие не понты, это даже не, типа, как в мультике, что они в перчатках, нет. Никак это не влияет, вот, на пускалку, никак на шнур, нет, это все ерунда. Именно вот то, чтобы останавливать волчки. Ну, и да, опять же-таки, конечно, это круче выглядит, и да, это как в мультике. Но, опять-таки, левосторонний богомот, но, действительно, у этого всего есть свои определенные условия. Вот, я просто помню в начале, когда я ходил в этих перчатках, у меня столько людей, такие, типа, ты че, зачем, да, да. Причем, на самом деле, на мою лапу найти перчатки довольно-таки сложно, потому что прям с размерами беда. Потому что либо это очень больше, либо это очень меньше. Вот что происходит. О, 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 Диаболос победил, довольно честно, причем это не ничья, это прямо он выиграл. Круто. О, все. Что-то с пускалкой моей стало. Так, что, с кем уже драться? Ого, сороктовошей. Ну. Хорошо, что это, это интересный баттл, давай. Итак. Забегал к скальбурт по арене. Вот, кажется, волчков осталось-то так много, а прям ты играешь и играешь, прям бит. Опа, ну все, как бы, что тут далеко ходить, да, здесь все было, по-моему, очевидно. О, вот этот Флэр Драгон, кстати, это четвертый сезон Рандом Бустер. Главное. Нет, значит, здесь что мы сделаем? Я сейчас, так, это вот отсюда было. Я не хочу, я тут все так классно продумался рандомным волчком. Нет, ничьи не будет. Я вот этого чувака, я не знаю, кто это, поэтому Флэр Драгон идет дальше. Все, я решаю, я могу решать, это не проблема. Пару спорных моментов, я считаю, что я могу, да, решить, кто и как проходит дальше. Я не думаю, что кто-то будет по этому Бэйблэйду сильно тосковать, такой, знаешь, о-о-оу, прям апокалипсис. То есть, ого, разбил кого, посмотри, крутого парня какого. То есть, кто-то такой скажет, о-о-нет, это был мой любимый волчок. Просто я вижу, да, бывает такое в моих роликах. Ребята, пишут там в конце, блин, там Вальтрек вообще-то ты нечестно скипнул, там, или там этот выиграл, там, а ты неправильно сделал. Да, вот здесь я не думаю, что кто-то будет сильно по нему скучать. О, Саламандрс. Против. А это верхушка от Сатана. Сатан, Саламандра, Апокалипсис, Люцифер, боже-боже. Да, ну, видишь, все, третий сезон повылетал, кроме одного волчка. Бэм-бэм-бэм-бэ-бэ-бэ. Я не знаю, вот, кстати, я записываю это до выхода роликов, понятно, я не вижу в комментариях. Но мне вот интересно насчет... Я даже не буду комментировать и перезапускать. Мне вот интересно насчет опенера, что у нас все-таки Спириган Реквием бился в опенере с Твингридным Эзисом, и что они не вошли все-таки в основной состав. Вот как вы к этому относитесь? Может быть, кто-то хотел бы их посмотреть в основном, ну, баттле? Типа. Ну, я подумал, что... Так, что опять не так? Я подумал, что просто, ну, типа, у Спиригана Реквиема там... Мне его... Почему? Что такое? Мне его подарили, и у него там не хватает пара деталек резиновых. И сейчас Реквиема фиг-2 достанешь нового, оригинального. Да и в том году фиг-2 достанешь, и очень дорого он стоит. Поэтому не хочется... Ого! Пегасик! Я расстроен, недоволен. Пегасик пока. Поэтому... Поэтому... Тот волчок, ну, вот который, да, вот мы обсуждали, значит, с Спириган Реквием, я не стал его засовывать именно в Нексус, не захотел. Я уверен, что он бы занял первое место, но... Да, кстати, про того волчка, который у нас вылетит в четвертом туре, значит, я не сказал, что мы дадим ему возможность побаттлить с финалистом баттл Нексуса. То есть с чемпионом-победителем мы дадим ему сразиться. Вот такой вот бонус у меня лично. За эту неувязку. Надеюсь, это будет не мой любимчик и не ваш, кстати, у меня потом прилетит. Значит, вот. А Твингрин Немезис, ну, слушай, ему уже ше... А, по пальцу шмякнул. Ему шесть лет. Он супер старенький такой. И я подумал, не, братан, давай-ка ты в опенере там порадуй, ребята. Твингрин Немезис, это вообще... А что я про них разговариваю за кадром? Вот они, два пупсика мои. Твингрин Немезис, это вообще мой самый... Что это было? Это я там, он удержался. Самый мой первый волчок Такара Томи. Вы только вдумайтесь. Потом у меня появился Чо Зет Валькирия, а уже потом набор... А... Это вправо или влево, я уж туплю. С Асприганом. Вот, поэтому... Поэтому все так произошло. Тыщ! Блин, от кого же эта рамка? Ну, поискайте. Все. Вот, мне кажется, от него. Фиг знает. Пять эти левосторонние бейблейды. Ну вот что? О! А у нас тут ровно, да? Сейчас я посчитаю, быстренько заказываю. Да, я просто мало ли ошибся где. Да, здесь ровное количество волчков. Это хорошо. Слушай, левосторонний проходит дальше довольно-таки честно. О, Ланджинуса. Мой любимый Ланджинус. О, левосторонний. Диаболос. Классно. Вперед. Вот, поэтому Двингрин Немезис. Опенер он был. Возможно, будет восьмой, если он батл Нексуса с Хасбро. Посмотрим. Ну, там, может, не батл Нексус, но, может, просто Хасбро по баттлям посражаем. Вот. Может быть, он там тоже придет, откроет. Это такой, знаешь, мой личный зал славы. Типа Бэйблэйдов, которые действительно, ну, крутые волчки. Крутые. Так, Заяц. Первые любимые. Кстати, вот что, за эту Валькирию я бы, на самом деле, бы это, тоже бы уже отправил ее в этот, в секретный бокс для волчков. Для волчков в зале славы у меня есть секретный бокс. Кстати, вот, на самом деле, Шелтер Реголус действительно... Ой, Эль Драга. Шелтер Реголус действительно в зале славы, моих личных предпочтений, потому что он настолько... Так, это левосторонний. Он настолько круто, рандомно мне достался, что это просто нереально. Дэд Хэдис тоже отправится. Слушайте, может, нереально тоже сделать... А что-то, а я не думал об этом. Прикинь. Сделать церемонию зала славы у Бэйблэйдов. Волчки, которые вот, ну, классные. Которые там, например, что-то где-то выигрывали. Или там очень классные, или очень там редкие. А вот Дэд Хэдис в зале славы... Ну, во-первых, мне он правда нравится. А во-вторых, Дэд Хэдис отправил в зал славы за то, что он... Часто пытаются его купить. Например, Джагмин Джокера отправили в зал славы за то, что он... У меня... Тест на Джокера. У меня раньше была такая фишка. Кто не знает тест на Джокера, там был в чем прикол. Джокер прикольный, интересный, но очень сильно подвержен бёрсту. И вот тот, кто делал ему бёрсту, тот, соответственно, ну, проходил такой своеобразный тест на Джокера. Кто проигрывал Джокеру, тот, значит, ну, прям совсем по-флоу. Не то, чтобы Джокер по-флоу, нет, в этом и прикол. Что он такой? Мощный, среднячок. Есть там у него одна прикольная штучка, фишечка одна прикольная. И вот, за счёт неё, короче, тест на Джокера. Вот, был такой у меня в своё время. В комментариях тоже напишите, да, может быть, действительно, вы предложите своих кандидатов в зал славы 2024. Почему нет? Это интересно. Это прикольно. Погнали. У нас, я тут отвёкся от битв, ну, я поболтать люблю, мы же знаем. Почему-то это видео получилось самое короткое. Хотя здесь было же и 50. Я же на ту коробку, да, у Гигагаянона я не видел. Да, я же ту коробку-то взял. О, у него прям проблема. Сейчас начнётся. О, победа, Гигагаянон! Да нет, давайте перебор. Вот, видишь? Опа, тормознул, всё. Давай перезапустим. Даже с небольшой форой. Форой сделаем ему. Почему это видео получилось такое короткое? Здесь вроде и были влево-вправо, и вроде это. А почему где-то остались вот такие два волчка? Слушай, Гигагаянон, кстати, гораздо лучше этого Люцифера позорного смотрится. Он прям намного серьёзнее выглядит, чем... Ну, да, он из-за твоего размера и веса проигрывает, конечно, но... Ладно, так, финальный бой у нас что это такое? Лангинуса против вот этого вот чувачка. Чё, тянем хрон до 15 минут? Ну, а чем ты его потянешь? Да ничем. Какой-то неожиданный гость придёт. Нет, 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 я не придумал, друзья. Это всё, понимаете, неожиданный... Вот смотри, вот он, видишь, он не надевается. Почему? Неожиданные гости, друзья мои, должны приходить запланированно, если вы не знали. Руководство A.K.B.E.ZONE должен быть в курсе неожиданных гостей. В этот раз, но... Блин, честно, я не хочу вот этого волчка, вот этого не хочу скипать, а этого не хочу пускать дальше, потому что, ну, бред какой-то. Клупся. Он ещё, видишь, он даже не круглый, он такой прямоугольный, типа. Ну, овальный. Мне больше нравится слово прямоугольный. Короче, вот столичка волчков проходит. Вообще, вы понимаете, что такое Battle Nexus? Battle Nexus это любой шоу. Вот есть японская там забава, замок Такеши. Вот есть там разные передачи из последних героев. Есть там турниры, которые там, да, какие-нибудь там титаны и так далее, да, где реально много участников, много атлетов соревнуются и доходят до финала один. Вот. Вот Battle Nexus что-то в этом духе. Подожди, тут осталось. Подожди, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, двенадцать, тренадцать, четыре, пять, шесть, 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 шесть. Двадцать пять. Значит, что правильно, четвертая группа. Вот, друзья мои, вот такой был первый тур. А я просто не определился, первый раунд или первый тур или первая часть. Нет, это часть четвёртая, но тур, наверное, первый тур, да. Первый тур подошёл к концу. Подытожим. дальше а кстати а мы же можем сейчас ребята иду на риск поднимаю коробку в которой семьдесят пять секунду откуда же это рама блин а например это триггерит вот друзья мои и я вам говорил да про рандом вот он супер все вот они сто один участник один из которых будет проходить на халяву до по моим расчетам четвертого тура в четвертом туре он конечно рандом на какой-то выскочит волчок вот они сто участников 100 байблэйдов которые прошли во второй этап второй тур я думаю второй тур второй суперkin то одно и то же дальше второй тур будет разделен на два видео такие же два больших видео по пятьдесят участников ну там будет получается 101 этот повез na halal следующий тур будет а третий тур будет получается на 51 участника вот останется у нас двадцать получается 5 участников и вот уже в четвертом туре если не знаю будет один ролик у них два наверно что же наверное будет один ролик на по два очка Вот такое мы что-нибудь сделаем, да И там как раз-таки один у нас случайно волчок и вылетит Ну а в финале он сразится у нас просто С победителем, то есть так это, знаешь, такой Бой славы Вот такой был у нас первый тур этап Батл Нексуса, надеюсь, что я не перепутал И здесь реально чемпионы Те, которые проходили дальше Потому что что-то мне подсказывает, что я мог перепутать Да вроде бы и не должен Я просто победителей в коробку Проигравших в коробку складывал, а победителей Откладывал отдельно, поэтому надеюсь не перепутал Всем удачки, всем пока-пока, ребятки